Любой текст должен быть уникальным. Это мы с вами уже разобрали. И теперь давайте поговорим о том, за счёт чего всё-таки можно сделать текст или речь уникальными. Если мы говорим о видеоконтенте, то самой большой особенностью является, конечно же, голос. Его тембр, его звучность, его правильность, звукоизвлечение, голос. О голосе мы с вами будем говорить подробнее на следующих занятиях. А сейчас я хочу поговорить о том, что может наш текст, который мы пишем или для озвучивания видео, или для текстового блога, чем его можно разнообразить, чтобы он отличался от всех остальных. Сейчас уже, конечно же, очень трудно любой текст делать уникальным, поскольку уже всё, казалось бы, сказано. Уже все обороты использованы. Уже звучат такие банальности, штампы. И уже порой кажется, что из этого заштампованного мира никуда не деться. Однако есть некоторые средства, которые всё-таки позволяют уникализировать любое повествование. И эти средства в языке называются тропы. Тропы являются выразительными средствами русского языка. Что такое тропы? От греческого «тропос оборот» в переводе означает. Употребление слова в переносном, а не в прямом основном его значении. Наряду с основным словом подразумевает ряд вторичных смысловых оттенков, которые выступают при сочетании его с другими словами. Хвост собаки, хвост очереди, хвост кометы и так далее. Вторичное значение слова при соотнесении его с другим дают новые неожиданные оттенки смысла. Троп является общим явлением языка, но в художественной литературе приобретает особое значение, так как помогает индивидуализировать речь, в особенности авторскую. Переносное значение может придать речи и сочувственные, и отрицательные, иронические и тому подобный характер, применительно к слову и тому явлению, которое за ним стоит. Сравнение с розой или сравнение с крапивой, например. Я вам зачитываю из краткого словаря литературно-веческих терминов. Определение, что такое троп. Тут речь идет о художественной литературе. Как мы уже с вами говорили, в журналистском тексте немножечко другие правила. Но это то, что касается по большей части в новостных текстах, ну и в самом составе текста, то есть в его структуре. А что касается выражения, то тут каждый журналист и каждый блогер, который захочет сделать свой блог неким таким сайтом журналистского толка, например, вот такой сайт для школьника, может как раз разнообразить язык, применяя вот эти вот самые тропы. Почему я об этом говорю? Хотя, казалось бы, блогер тут при чем? Хочу сразу оговориться, что я затеяла этот курс и потратила на него уйму времени на разработку. Не просто ознакомление с таким понятием, как блогинг и блогосфера. Мне интересно, когда блог имеет какое-то сходство с журналистикой, то есть, скорее всего, мой курс подойдет людям, которые хотели бы свой собственный блог ввести как средство массовой информации, минимизированное средство массовой информации. А почему нет? Вполне имеет право. Вот для примера можно посмотреть вот такие замечательные блоги. Вот блог «Лента дня» — это всё телеграм-канал. «Лента дня» по типу блогов текстовых. Тут ребята так классно креативят. Они берут какие-то новости из официальных источников. Я вам буду рассказывать, где эти новости можно брать. И перелопачивают по-своему. Очень современным, таким классным, с тонким юмором пересказывают. Можете почитать, посмотреть для примера. И вот примеры самых популярных видеоканалов. Это всё телеграм-канал. Заходите туда, там всё есть. Вот «Кеннелс Блогс» — это видеоблоги. Тут их много. Можете посмотреть, кто как ведёт, у кого какая подача, у кого какие мысли, идеи и какое качество. Вот таких вам для примера. Вообще примеров, конечно, много. Заходите. Есть ещё такой СМИ. СМИ-2, по-моему, называется. Там все выкладываются блогеры, по сути, веб-журналисты. Вот новостной агрегатор. И здесь тоже можете посмотреть, как люди пишут, что ещё можно посмотреть. Например, а вот у меня на почту приходят, я подписана. И там, кстати, можно создать свой аккаунт. Сейчас я вам покажу. И в них, и в этом аккаунте тоже что-то печатать или рекламировать, приглашать на свой сайт или влог. Вот «Мир Тесен». Это тоже очень большая площадка, на которой регистрируются блогеры и веб-журналисты. Вот мой аккаунт. Я здесь зарегистрирована. Вот можете тут смотреть, как люди пишут. Это, конечно, очень крупные площадки. Вы здесь можете участвовать бесплатно. А если вести свой собственный блог, то тут, конечно, трудоёмкая очень работа. Вот так я бы сказала. Но зато есть шанс пробиться в лидеры. Вот давайте, например, зайдём на канал Александра Митрошиной. Это журналистка. И вообще-то очень многие блогеры-журналисты именно журналистам близка эта тема, поскольку они обучены. Мы, я тоже училась в институте на факультете журналистики. Тоже изучала веб-журналистику. Так вот, Александра Митрошина. Она блогер Инстаграма в основном. Но сейчас последние полгода она уже освоила и канал Ютуб. И там демонстрирует вот её Инстаграм. Такой Инстаграм – это качественные съёмки, снимки прежде всего. И в этом она преуспела. Придумывает, в общем-то, креативная девушка, очень молодая. И когда она набрала первый миллион подписчиков, она стала в Ютубе рассказывать, как она это сделала. Теперь у неё уже 2 миллиона подписчиков. Она журналистка, причём окончила в МГУ красным дипломом. А перед тем, как в МГУ поступить, она окончила школу с голодой медалью в каком-то провинциальном, кстати, городе. То есть очень умная, образованная девочка. Она рекомендует полезные книги. Она подсказывает какие-то лайфхаки, если вы хотите тоже иметь такое же количество подписчиков. Как это всё достигается. Можете ознакомиться с этой девочкой. Она довольно интересная. Но надо сказать, что их участь незавидная всё-таки. Будьте осторожны, поскольку желание иметь постоянно такое количество подписчика вытягивает из неё, по-моему, всю энергию и силу. Она иногда так выглядит, такой измотанной и изнурённой, как будто она, я не знаю, вагоны разгружает. Но, тем не менее, она одна из немногих, кто даёт полезную информацию. Например, кратко об авторском праве. Я вам говорила, что это должно быть у нас, в уставе звучало, и должно быть использовано. Я вам дам ресурсы на свой сайт, где об этом есть статья. И можете вот у Александры тоже послушать, что она расскажет. В книге она рекомендует, как я уже сказала, расписывает свой распорядок дня. В общем, девочка занимается фитнесом, всё это выкладывает, всю свою личную жизнь выкладывает на всеобщее обозрение. Получается у неё неплохо. Два миллиона – это что-то значит, согласитесь. Ну ладно, вернёмся к нашим баранам. Для того, чтобы иметь представление о том, как можно походить на журналистские издания, вот я такой курс, в общем-то, и создала. И поэтому я хочу показать вам, как можно свои блоги украсить выразительными средствами русского языка. Итак, чем украсить текст? Изобразительными и выразительными средствами, как я уже сказала, тропами, то есть оборотами речи. И вот давайте подробнее. Что такое эпитет? Надо сказать, что тропы, если их не изучать, то можно их все и перепутать, потому что они все будут иметь иносказательное значение. Но просто для ознакомления, так сказать, для повышения своего IQ, не лишним будет вам узнать, что эпитет означает с греческого приложение, то есть определение, придающее выражению образность и эмоциональность, подчеркивающее один из признаков предмета или одно из впечатлений о предмете. Эпитет широко используется в поэтическом языке. И вот такой эпитет. Мороз воевода дозором обходит владения свои у Некрасова. Я привожу примеры классические, а вы уже можете себе подбирать, какие вы придумаете. Мороз воевода в данном случае эпитет, да? А владение – это тоже эпитет. Дальше. Например, метафора. Смотрим определение метафора. От греческого «перенос». Вид тропа – переносное значение слова, основанное на употреблении одного предмета или явление другому, по сходству или по контрасту. Так, метанемия от греческого «переименовывать». Вид тропа, в котором явление или предмет обозначается с помощью других слов и понятий. При этом сохраняются сближающие эти явления, признаки или связи. Когда Маяковский говорит о стальном ораторе, дремлющем в кобуре, то читатель легко угадывает в этом образе метанемическое изображение револьвера. Или у Ивана Королова в басне есть такое выражение. «Три тарелки съел». Не сами же тарелки он ел. Правильно? Вот вам метанемия. Синекдоха. Очень веселое слово. И означает она от греческого «один из тропов». Разновидность метанемии. Перенесение значений одного слова на другое на основе замены количественных отношений. Часть вместо целого. Белеет парус одинокий Лермонтова. Например, вместо лодки парус. Единственное число вместо множественного. И раб судьбу благословил. Например, в Евгении Онегине Пушкина. И целое берется вместо части. Его закрыли в шар земной. И был он лишь солдат. Или все спит. И человек, и зверь, и птица. У Гоголя. Гипербола. Что такое гипербола? Смотрим. Гипербола. Средство художественного изображения, основанное на преувеличении. Часто гипербола встречается в пословицах, в поговорках, в изречениях. Например, море по колено, слезы стекут ручьем. А у нас тут в 140 солнце закат пылал. Майковский. Литота наоборот. Что такое литота? Это преуменьшение. Мальчик с пальчик. У братьев Гримм есть такая сказка, например. Аллегория. Сердце и любовь. Две скрещенные пушки. Артиллерия. А по определению давайте посмотрим, что такое аллегория. Алос. От греческого. Иной. И агорияно. Говорю. То есть по иному говорю. Изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ. Так в баснях под видом животных аллегорически изображаются определенные лица или социальные явления. Ирония. Ну и понятно, да, что такое ирония. От греческого ирония. Притворство. Насмешка. Отрицательная оценка предмета или явления через его смеяние. Комический эффект в ироническом высказывании достигается тем, что истинный смысл события замаскирован. При иронии мы высказываем прямо противоположное тому, что подразумеваем. Откуда, умная, бредешь ты голова? У Крылова есть такая басня. Видимое восхваление означает здесь как раз обратное, насмешку, на дослом. Вот я вам говорила о том, что с иронией в серьезных текстах нужно быть поосторожнее, например, новостных или по отношению к каким-то серьезным людям. Иронию можно использовать в каком-то там развлекательном смысле. Хотя цель иронии, конечно же, в обратном. Не смешить и развлекать, а напротив, подчеркнуть всю серьезность, порой даже трагичность положения и ситуации. Насмешка создается тем, что обнажается нелепость происходящего. И к этому способу и насказания прибегают, можно сказать, смело все крупные писатели. Потому что в зависимости от режима приходилось писателям говорить о чем-то серьезном, вот таким несерьезным языком, чтобы не навлечь на себя гнев и опалу. Так что имейте в виду, с иронией будьте осторожны. Олицетворение. Забармотал с просону Грома Паустовского, например. Обеществление. Гвоздик делать из этих людей крепче не было в мире. Гвоздей у Тихонова. Перефраз. Царь-звери и лев. Туман-альбион. Англия. И так далее. Этих фраз очень много. Можете или придумать сами, или ввести в интернете перефраз, и там найдете массу-массу этих значений иносказательных. Вот так. Если вы будете использовать в своих речах и текстах вот такие вот выразительные средства, то смею вас заверить, что вы будете очень сильно отличаться от скучных, рутинных каких-то сообщений, которые уже никому не интересны и которые никто уже не читает. Это один из способов привлечь к себе внимание. Есть еще лексические средства и примеры. Это мы знаем из уроков русского языка. Синонимы, антонимы, фразеологизмы, архаизмы, историзмы, диалектизмы. Все это можете тоже применять смело, но в зависимости, конечно, от ситуации. Если у вас о чем-то современном, то архаизмы вам, например, не нужны или историзмы, правильно? Если вы какой-то, как мы уже говорили, используете чужой текст, то там применяйте, пожалуйста, синонимы, антонимы, чтобы его изменить. Фразеологизмами вообще полна наша речь. Например, прежде чем покупать джинсы, узнай об их качестве, а то тебе подсунут кота в мешке. Такая примитивная, конечно, фраза, но тут фразеологизм – это кот в мешке. Между прочим, если уж говорить о штампах, то, на мой взгляд, лучше уж фразеологизмы, чем штампы использовать. Как-то повеселее, что ли, ближе к тропам фразеологизма все-таки. В общем, вот такие вам сведения. Украшайте свою речь, добавляйте в нее какие-то обороты, экспериментируйте, придумывайте, насыщайте смыслами и разнообразием ваш текст или вашу речь. И я вас уверяю, вы будете иметь успех. На этом пока все. Встретимся на следующем уроке.